Радостный строй гитар, Яростный строй отряд, Словно светлой пожар, Песня нас пригорёт. 10 декабря 2010 года. Первый день всероссийского слёта студенческих отрядов. Приезд участников. В этом году Омская область принимала участников молодёжного движения студенческих строительных отрядов России. Посланцы всех регионов страны, молодые проводники, строители, вожатые, работники сельского хозяйства, бойцы сервисных и спасательных отрядов прибыли в город на РТШ для участия во всероссийском слёте. Такой масштабный первый слёт. Очень далеко ехали. На самом деле очень большие ожидания от всего этого мероприятия. Потому что нас посылали, нам давали наказы, что сделать, как, что всё записывать, всем привет передавать. Так что мы очень многого ждём. Я думаю, что всё, что мы ждём, всё осуществится. Участники слёта начали прибывать на Омский железнодорожный вокзал уже с самого утра. Географию форума можно было легко определить по плакатам и знамёнам, привезённым ребятами. Студенты из разных делегаций успели познакомиться и сдружиться во время поездки. И с хорошим настроением ожидали начала слёта. Привет, Омск! Я в первую очередь жду встречи со своими друзьями, которых я приобрёл в студенческом отряде за 4 года работы. Мы прошли на галоконцерт, на финальный галоконцерт, который будет, я не знаю где, но в общем мы там поём песню нашу Томскую, новую, которую мы сочинили. Так что всё услышите, всё увидите. Студенческие отряды включают также отряды проводников, поэтому 23 часа езды для нас совершенно как бы легко прошли. Мы общались, веселились, пели под гитару и приехали в хорошем настроении, все высыпавшиеся. Ну а слёта ждём, я думаю, что он будет круче, чем в Москве. Омская область на три дня стала домом для 560 бойцов студотрядов со всех уголков нашей страны. Некоторым делегациям пришлось в течение нескольких суток преодолевать не одну тысячу километров. Омские студенты радушно встретили гостей и постарались создать для них комфортные условия для работы и отдыха. 18 человек живые, здоровые, отличное настроение, приехали сюда в Омск. Мы постараемся, чтобы Удмуртия запомнилась Омску, чтобы Омск вошёл в наши сердца. Мы очень счастливы, что здесь очень тепло, тем более тёплая встреча действительно очень нас порадовала. Вскоре после размещения все участники Всероссийского слёта студотрядов встретились в областном экспоцентре. Здесь в дни форума развернулась выставка достижений студотрядов. По традиции делегации федеральных округов представляли экспозиции о своей деятельности. На стендах были представлены фотографии, бойцовки, флаги, значки отрядов разных десятилетий. Здесь же для участников были подготовлены зал заседаний, места для работы секций, столовая и места для отдыха. Омский областной студенческий отряд, пожалуй, один из самых лучших студенческих отрядов Российской Федерации. А Всероссийский слёт – это такая уникальная возможность не только познакомиться всем друг с другом, но и посмотреть опыт работы самых лучших регионов. Поэтому, когда именно Омская область предложила свою площадку для проведения такого значимого мероприятия для всех студенческих отрядов, мы очень этому обрадовались. У вас очень интересная экспозиция, посвященная истории движения студенческих отрядов. Ну и вообще площадка, которая предоставлена для проведения мероприятия, уникальна, потому что здесь есть возможность показать свой опыт, пожалуй, всем студенческим отрядам Российской Федерации. Слёт сумел собрать и познакомить бойцов стройотрядов разных времён. Полноправные участники форума – ветераны движения. Это люди, которые писали историю и помогали возрождать движение студенческих отрядов. Они приехали передать свой богатый опыт молодому поколению бойцов. Сегодня просто я отдыхаю, можно сказать, душой и радуюсь за то, что у нас молодёжь практически в каждом регионе формирует студенческие отряды, а нам, поколению, в общем-то, старшему, важно, кому мы передали свои традиции. От общения и знакомства пора было переходить к делу. Первым рабочим мероприятием Всероссийского слёта студенческих отрядов стало общее пленарное заседание участников и почётных гостей форума. От имени губернатора Омской области Леонида Константиновича Полежарева, от имени членов правительства приветствую всех гостей и участников Всероссийского слёта студенческих отрядов на Омской земле. Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувековую историю. Они участвовали в таких масштабных проектах, как освоение целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительство БАМа, различных промышленных предприятий и объектов энергетического комплекса. Поздравляю всех участников и ветеранов движения студенческих отрядов с открытием Всероссийского слёта. Желаю вам успехов в работе и пусть этот день надолго запомнится в памяти каждого из вас, как торжественное и яркое и радостное событие. Одним из главных направлений работы слёта стало подведение итогов работы в третьем трудовом семестре 2010 года. Строотряды трудились в Сочи на объектах олимпийской стройки, воспитывали детей во всероссийских детских центрах, обеспечивали процесс пассажирских перевозок в поездах дальнего следования. И вот теперь представители всех федеральных округов на встрече в Омске поделились опытом работы и определили направление дальнейшей деятельности. 2010 год, который сейчас заканчивается, он уникальный для современного движения стройотрядов, то есть он такой переломный, потому что до этого года, до 2010, не было такого важного момента, как правовой статус самого движения студенческих отрядов. То есть явление было, студенты были, объединялись в отряды, ездили, работали, целое движение было создано, то есть во всех регионах практически это существовало, но в нормативно-правовом поле Российской Федерации такого понятия не было. Сегодня те документы, которые здесь обсуждаются, они непосредственно влияют уже, буквально в следующем году будут влиять на жизнь и развитие студенческих отрядов. По завершении пленарного заседания здесь же, на сцене областного экспоцентра, конкурс отрядных талантов. Участники слета в мгновение ока из внимательных слушателей превратились в талантливых, находчивых, музыкальных молодых людей. Вскоре весь зал стоя подпевал и аплодировал выступающим. Очень здорово, что мы первый раз проводим слет в таком формате, в большом выставочном центре, где можно проводить много мероприятий одновременно, не надо там много ездить туда-сюда. То есть очень красиво все оформлено, очень много всего регионов, мы смогли все показать, Омский областной отряд себя показать. Вся атмосфера единства, преемственности всех отрядов. Очень нравится. Торжественный момент. Очень интересно, когда много отрядов других областей, там свои бойцовки, или как у нас, как выражаются у нас целинки. Все это очень радует. Мы буквально два часа назад приехали, все на эмоции, все на позитиве, очень интересные номера. Надеемся, что и следующий день пройдет так же. От сессии до сессии живут студенты весело. У этих ребят есть еще и трудовые семестры. Сюда они приехали для того, чтобы работать, но без отдыха никак нельзя. Активным и спортивным организаторы слета предложили разнообразную культурно-спортивную программу. На выбор можно было покататься на коньках, поплавать в бассейне и поиграть в боулинг. Я сам первый раз, я даже не играл ни разу в боулинг. Так что это просто, ну, пообщаться, опять же, с людьми и просто попробовать хотя бы первый раз. Я считаю, здесь каждая команда настроена победить. В бассейне гостям был предложен весьма необычный вид состязания. Такого вида плавания в спорте не существует. Однако зрелищность и азарт порой выплескиваются за бортик. Чувство юмора у студентов всегда на высоте. У меня такое чувство, что мы здесь уже недели две находимся и сегодняшний день очень насыщенный. И как бы ожидали, что просто будет заплыв туда-обратно. А вот именно конкурсы вообще здоровские получились. Программа второго дня слета открылась круглыми столами и мастер-классами по направлениям деятельности отряда. Региональные штабы обменивались опытом и вносили предложения в проект итоговой резолюции всероссийского слета. Может быть это лицензировать и производить уже более высококлассное обучение для тех, кто именно хочет связать свою дальнейшую жизнь, грубо говоря, со связью. Ребята активно участвовали в рассмотрении и принятии важных документов. Каждый из студотрядовцев мог задать интересующие вопросы, внести свои дополнения. Обсуждения проводили секциями. Молодых строителей, проводников, педагогов, работников сельского хозяйства. Налоги, зарплаты, занятость, выезды в командировки. Обо всем этом говорили и спрашивали молодые бойцы, комиссары и командиры. У нас возник такой вопрос, как организовать работу наших студентов в других городах. Просто мы послушали, допустим, Москва, и они ездят по различным городам, то есть их отправляют и прямо отрядами, то есть отдельные, ну, делят и отправляют по разным городам. У нас такого нет. Самое ближайшее, где мы работали, это город Новосибирск, то есть это рядом с нами. Я сама два года проработала проводником. Каждым годом цены растут, просто я сама по призванию экономист. Вот, как бы я слежу за экономикой России, цены растут, но зарплата на студенческие отряды, ну, относительно проводников, она не повышается. Все заданные вопросы бойцами студотрядов не остались без внимания и были переданы в Центральный штаб строительных студенческих отрядов. С учетом предложений и пожеланий была принята резолюция, определяющая и регламентирующая основы деятельности студенческих отрядов. Это и стало главным итогом слета. Перезошли все, вообще, возможные ожидания, то есть легкий шок, то есть такого вот формата никогда не было. Это впервые такой формат, большой зал, круглые столы, пленарная часть, все это вместе. Конечно, это совершенно новый стандарт проведения всероссийских слетов. И, конечно, следующему региону, то будет на себя брать, скажем, ответственность проведения слета, будет очень тяжело, чтобы достичь даже планки вот этого омского уровня. Мы приняли главный действующий документ, который будет регламентировать жизнь всех студенческих отрядов России до 2000. На 2011 год это резолюция, в которой прописано очень много вещей, которые нам надо соблюдать, которые мы обратим к различным органам власти и работодателям. Это действительно значимая работа, которая была проделана с летом. Ну и, конечно, сегодня, вот сейчас уже стартует именно творческая часть финальная. Все регионы действительно восхитились возможностями областного экспоцентра. Спасибо Леониду Константиновичу Полежаеву, который лично позволил нам проводить именно на этой площадке. И, как отметили уже на пленарном заседании руководители всероссийского штаба, что, наверное, надо вот именно такой формат уже задавать другим регионам. Два дня пролетели незаметно. Церемония торжественного закрытия Всероссийского форума студентов в областном молодежном центре «Химик» по замыслу организаторов прошла в неформальной обстановке. Награждал и дарил призы лауреатам главный волшебник страны Дед Мороз. А на прощание творческие студенческие коллективы подарили своим коллегам и друзьям хорошее настроение на весь следующий учебный и рабочий год. Самый незабываемый. Действительно шикарное мероприятие. Это здорово. Это помогает нам обменяться опытами и на позитивном таком настрое уладят. То есть это все происходит. Я довольна. И наша делегация с Приморского края очень довольна этим слетом. Отличный слет. Очень понравился нам в Экспо. Очень красивое там мероприятие было, выставка. Очень здорово было организовано. Понравился нам на хоккей сходить вчера. Поболели за вашу команду. Молодцы. Авангард. Классно вообще было. Столько эмоций. Тут много драйва, позитива. Ты понимаешь, что ты не один. То есть есть единомышленники, которые так же думают, так же живут, достигают определенных целей. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. В этом году студенческие дороги сошлись в Омской области. Слет стал важнейшим этапом в развитии молодежного движения. Но точка не поставлена. Как поется в известной песне, стройотряды уходят дальше. А стройотряды уходят дальше. А строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Радостный строй гитар, яростный строй отряд. Словно светной пожар, песня нас пригорят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд. Словно степной пожар, песенка строй горят.